здравствуйте друзья мы с вами опять вместе вот вы на канале железа в ютубе потом это плавно перейдет в яндекс если я всю жизнь придерживался каким-то жестких взглядов даже ценное образование то случайно наткнувшись на этот самый сайт я оказался в растерянности я не буду делать акцент что это за канал где находится даже оставлять сильно не хочется людей почему наверное потому что сейчас все не живут все выживают выжить очень трудно помните меня киберский сад один из лучших в россии примером того что он один из лучших в россии является то что несколько десятков моих красивых фотографий снятых моих садов присвоены множеством плодопитомников и интернет-магазинов количество их приближается к 200 кто не верит сейчас помню в самом конце я вам это покажу эту страшную картинку сколько их это присвоили в скобках на варваре я имею целью мои фотографии а когда люди раскатывают в углу у меня по качеству плодов лучший сад в россии несмотря на то что он в сибири живет вот и выдерживают сибирские морозы и питомник зимует на морозе вот и люди угощаются плодами а потом только покупают такого больше нет нигде и никогда и вот недоумение связано с ценами дикими у меня сложилась какая-то шкала цен когда вижу цену саженца рублей 200 300 400 уже понятно что саженец этот морозе не самими питомником или уже действительно он на грани банкротство и вынужден продавать за бесценок ну по цене бутылки водки а еще паршивой водки знаешь что такое паршивая водка и делаю спирт добавка метилового смертельного разводится водой из крана наклеивается и получается 300 рублей и такие же в основном цена а вот здесь цена не поверите в 100 раз больше чем сама ходовая цена этой весной я за ценами слежу почему я сам продавал саженцы их вывестил мне одну тысячу потом передал питомник сыну в общем за базар отвечаю и так вы видите саженец причем это среднее между сливой между вишней и черешней дикая страшная цена в 100 раз больше ходовой остается предположить что это эксклюзивный товар ладно вот после этого когда мы уделились на цену давайте я вернусь чуть-чуть назад в каталогу а вот нет мы пойдем мы пойдем как говорил этот самый Владимир Штене другим путем вот одну страшную цену вы видели так заглянем мы с вами вот сюда вот а и так вишню увидели 30 тысяч сто раз больше ходовой цены это не рекорд смотрите когда я открыл я думал мне это приснилось может быть случайно лишние два нуля влепили давайте разбираться а может быть это целая может быть это целая как сказать это ну как продавить партиями нет вот смотрите внимательно количество штук вот курсор мы видно вот количество 1 ничего не это вот и несообразимая цена у меня был последний вебинар я там привел вот такой интереснейший пример друзья что у меня косточки золотые я привел пример на последнем вебинаре можете увидеть там это youtube садоводство по железу наберете и увидите он там один из последних и вот получается следующее 208 скотчек купил по 25 рублей сумма несу разная 7000 а так как у него шел в счет уже 50 процентов саденса уже были шахи земли получается что я сравнил с саденсом одним из финлядий которые продаются в питере там налаженная торговля он стоит 8000 то есть 50 нет 140 моих саденцев абрикосовых дешевле если человек купил кости и удачно их вырастил а я привел фотографии в у нас его садочек получается 140 саженцев абрикосов стоит дешевле одного саженца яблони и свидания у меня 140 штук стоит ой 280 штук стоит 7000 а тут один саженец 8000 понимаете нет и вот это было оказалось не что разная цена меня зря упрекали дорогие саженцы у сергея от 500 до 2000 это поможет и получал вы не имеете права продавать дешевле 300 рублей это грабеж вроде того да и такое было и вдруг наткнулся бы ненарочно не хотел что я тогда сделал внимание допустим груша брал допустим ладно сорок одна тысяча ну допустим найдется какой-то мальнер который скажет не помните знаменитую поговорку скупой платье дважды а и кто-то из богатей решил так и скажет не значит своим нанялся довода у меня кстати этот самый родственник мой дядя моего сына по его маме брат его мамы или племянник его мамы а получается он в москве тоже работает прекрасно с украины родом слава богу живет сейчас в москве и занимается садовником богатому я представляю как тот богатый зовут его тоже Валерий фамилию говорит не буду времена такие вот зовут Валерий как и меня и его представим себе этот русский говорит покупать саженцы самые дорогие у него нет такой как у меня такого этого самого он просто садовод вырастет саженцы пожалуйста вот даже я его подучивал и вот наконец что должен был бы сделать мой брат нанятый двое племянник нанятый в москве новорусский он должен был прежде чем соблазиться на эту дикую сыну вспомнить что Краснодар если он правда обратно много русских этого знать не может мой племянник садовод может а он с Украины Краснодар и Украина это как говорится чуть ли не одна широта а Москва так где она тысяч метров в севере а может на дверь не смотрел не прикинул в общем все это должно замерзнуть но это одна момент а второй самый интересный как отличать фальшивки я что делаю я сейчас беру и правой мышкой нажимаю на эту мраморную грушу и пишу не пишу а нахожу найти изображение вот а сейчас вы поскучнеете мало того что 41000 скажите какова вероятность какая вероятность что это саженец выращен именно этим питомником чуть-чуть отхожу назад чуть-чуть вот что вы видите цену поняли да теперь мы с вами должны немножко пройти сюда и так что мы видим проект про лучше хватит цену не сразу видели а теперь вот это интересно обратите внимание я заранее готовился тут у меня все подобрано это тот же самый сайт это тот же самый питомник вот и они выставили эти фотографии давайте вначале посмотрим не цену а сколько их кто претендует внимание на эти заболевания кто из этих питомников а смотреть в глаза хозяева питомника кто из этих питомников является автором фотографии вы представляете что творится какова вероятность тем более вы продаете как черешню здесь написано вишня обыкновенная кстати это скорее всего черешня или дюк не брить вишня черешни так что написано вишня обыкновенная но это кого это многие половина этих самых на иностранном языке вот украина вот наверняка есть тут и дальние зарубежья понимаете то есть претендует фотографии конечно делала на юге то у меня есть десяток абрикосов и черешневых деревьев вот и черешневый сад единственный в сибири он находится тоже в моем районе хакасии вот на реке енисея вот здесь саши газ там аномально теплый климат а это все остальное когда вам предлагает вот это вот сейчас найду какой нибудь вот где где есть допустим название местности сейчас все желательно найти название северной местности вот своими руками продавец может обмануть преувеличить это понимаете подразумевается что вот у них вот это медиа лад уже точно обмана не будет но тогда зачем фотографию чужую ставили вероятность фотография равняется там 2-3 процента так нет вот сколько пицца этих самых интернет магазинов и этих весь интересный вы поняли да я хотел найти какой-нибудь северный город но просто времени терять времени терять время не терять ломачи не где-то но это украина так все ладно тогда мы на это не будем обращать нет не будем искать смотрите и так вы поняли это продают за какие-то деньги за какие-то но за какие возвращаемся назад и причем продают уже ясно что там не будет этих черешен на тех саженцев за 40 и понят я не знаю сколько это 41 тыс стоила груша возвращаемся немножко назад внимание так будущее что это мы с вами видите тут две картинки вот и вот курсор видно вот сразу берут и вот вот этого вот это разглядывали а теперь вы там посмотрели там два три десятка да а вот это главная картинка там была перевернута на обратно чтобы вам обмануть вот так вот так делают и вроде бы теперь уже эти 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 вот они пальчики вот а теперь смотрите внимательно то есть вот сюда нажимаем это видим вот она которая я нажал это и вот еще видите наоборот развернули вот так вот посмотрели да то есть вот эти припишем те и все это одна и та же фотография сняты в этом месте сумме их получается наверное не меньше ну где-то 50 60 вишни десертные морозы кстати я это различаю в черешнем саду вырос и вишневым вот конечно это черешня а когда пишут вишня это значит выбрали что продать вишневый саженец или черт знает какой саженец они просто выбирают картинку из интернета вот волы на луцкого я же оттуда первая часть моей детской жизни прошла на волоинщине луцк это областной гола город я жил воздюмом владимир волынского вот так вот там тоже хватает взяли моду западная украина мои фотографии использовать выдавая их а с моим с моей модой то есть вот видите вот некий человек на физиономе в руках у меня такой вот вот видите он у нас купил саженец вот там ивана франковский еще где-то купил у нас саженец а теперь смотрите стоит с ведром и я стою с ведром вот то есть брать и их эти самые помните как я тут говорил рейкин в ихнем рыцаре наши опилки вот подходящее слово вот купит и саженцы опять украина все налюбовались я все хочу увидеть какой-нибудь наглый город российский где ни одного череши помине нет лпх мечта с удовольна где-то мечта с удовольна интересно ладно не будем сейчас искать где этот лпх но тоже присвоил фотографию возвращаемся назад и наконец смотрим цену ура вот она всего пять тысяч вишня новодворская а почему черешня вишня назвали то потому что вы не различаете вишня от черешни не отличаете это ребята черешня поверьте старому волку русскому украинцу поверьте мне ну давайте еще назад отступим мы будем где-то закругляться вот они плодовые вот мы сюда нажимали тут есть 3000 вот и давайте это полнотыка тем еще абрикос посмотрим абрикос заметьте я не делал акцент как называется этот питомник который якобы это вырастил недешевые дорогие три тысячи пять тысяч черный бархат якобы есть в общем на этом мы наше обследование заканчиваем я все мы даже не заглянула слива просто цены интересны что они там наградили ну сливы совсем недорогие 3 2 причем у меня по расыну долго за цены от 500 до 2000 3000 3000 3000 3000 ну в общем все понятно с вами это уже считается дешево шутками 30 тысяч 41 тысяч причем одна штука еще можно что посмотреть это какой картинку например вот это значит вверх когда до встречи подруга фотографию саду сделано я зря а тут это разорился давайте нажмем на эти изображения в яндексе может хоть здесь не будет повтор я же ваша венгерка вот зла сискут посмотрите какая-то сама сколько желающих позже не сколько иностранных там то есть и вырастет эту крайне выросли берешь саду и сильнер я вас поэтому когда я вижу тут где-то украинских все еще лишь молчу мог быть они сфотографируются там венгер полно а мы только можем заказать эти саженцы с красного тара заморозить их еще на этом все так все друзья будем заканчивать еще раз говорю акцент то это где-то я просто получил вас прежде чем бедные будут выбирать за две три тысячи богатые за 30 40 тысяч вот пожалуйста научитесь все вот этому почему тоже сам вопрос и заканчиваю на этом зачем посудите сами и итак звонок здесь всегда есть телефон иначе не вы же не купите если не дозвонитесь не задавайте вопросы а у нас и замерзет нет ответил мне сморенский этот сморенский садовод вот называть его фамилию это было еще 20 лет назад ладно пусть живет и сейчас как у вас 60 50 и 60 градусов выдерживает абрикосы и 50 градусов мороза как вы делаете абрикосы и шелковицы вот звоню ответ его был такой знаменитый ответ тоже попадет когда там книги вот а я высылал в якутию а якутия потом мне сообщила что все живы вот я пишу вот бронировали в якутии не в якутии а просто минус часа вот до такой наглости дошли значит итак вы звоните и говорите вот откуда дровишки вам отвечает да это в нашем саду тогда вы говорите это явно структирую пожалуйста мы хотим приехать к вам и выкопать на месте вам ответят вот только чуть-чуть повезли дальше следующий вопрос если фотографии вы уже начинаете нагреть вот раз нельзя приехать скажите как получить от вас хотя бы до проходной пустите или так что магазин на входе питомник вот вам ответит нет только высылать а вы говорите в рите в рите я живу пяти километрах там же адреса будет можно в 5 км я пешком дойду могу и пешком дойти можно все-таки от вас прям получить вот увидеть сам получить ответ нет только по пути да я пяти километров а я такие случаи знаю вот понимаете да и не важно где вы живете там будет и московские возможно адрес это касается многих представительства многие имеют поняли и наконец самый важный вопрос раз это покажите ваши фотографии вашего маточного сада ответ это наши фотографии тогда вы говорите и у меня в школе учился на пятерке я знаю теорию вероятности если вероятность фотографии я набрал там 50-50 претендентом на фотографию 50 это фотографии имеют тоже сливу например 50 плода питомников и интернет-плангазинов на их сайтах а до этого вероятность получается 1 50 а другую фотографию беру а там штук 100 значит уже получается умножаем 1 50 на 1 сотую получается одна пятитысячная это еще не ноль вероятность но уже придется к ныру еще добавляем грушу их опять вот столько теперь получается не 1 пятитысячная вероятность и тогда тот же вопрос вы можете прислать фотографию со своего со своего сада и там саду сняты они вот эти с интернета вот трубки ту 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 поняли вот это мы с вами заканчиваем друзья вот назовем это ну я уже называл похожие называл похожие фильмы словами откуда дровишки а здесь было какое-то название связано с ценообразованием ну куда это ведь это же ведь это же ведь вы делаете тоже 41 тысячи это 30000 у меня наличали на 18000 это целая пенсия все друзья будем заканчивать каждого фильме отходится 200 рублей он принесет надеюсь большую пользу вам скинуться по 5 рублей или по 3 ну хотя бы 50 значит я эти фирмы потом отдаю девушки абаканской студентки знаете какой у нее этот какой у нее стипендия если обзову сейчас вы будете хохотать а потом плакать вот она мне закажет такой фильм а я делаю десятками в месяц и ей даю подработать но в основном плачу сам пришли эти рублей сто двести значит считаете этот фильм бурля вам появится она же не просто это делать смотрите сейчас покажу сейчас покажу сейчас покажу сейчас покажу так 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 делаю не youtube а вот смотрите например вот последний фильм она делает музыку она еще кое-что титры прочее смотрите внимательно видите сейчас мы с ней делаем аудио книгу записки мне это доходится вроде 200 рублей недорого но когда они есть эти 200 рублей 8 960 776 86 72 к ней привязана карта 8 960 776 86 72 и эту карту если я получу еще будет еще потому что просить ее бесплатно я не могу а сейчас у меня лето заказы кончились придет осень вы закажете каталог будете у меня косточки заказывать помните 280 косточек абрикосовых роскошных всяких стоит я приводил пример у себя на этом на очередной вебинаре стоит 7000 рублей вроде и дорого мне упрекали за это вот ну пусть не всем зайдут конечно не все сейчас даже погибнуть может но сотня абрикоса абрикоса абрикос и сотни абрикос высад и сотни деревьев каждый из которых даст потом сотни плодов не плодов сотни а сотни ветер плодов в несколько и все это дешевле 1 саженца что в финляндии пример приводил а потом и тут пример приводил три тысячи пять тысяч двадцать тысячи вот то что вы видели 30 тысяч и пять сорок одна тысяч вот еще с праздниками фотографии то есть еще и это неправда ну ладно бы сорок одна тысяча ну выросла да дает прекрасный мрамор это чудо груша где гарантия что придет чудо груша знаете за границей это все приходит даже даже на кубань там так плохие дела с удовольствием боже мой ладно бы там этот абрикоса днем с огнем не сыщешь в некоторых районах мы все заканчиваем друзья к чему мы пришли 8 960 776 8672 это мой телефон который привязан к карте сбербанка помогайте таких фирмам надо еще много 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 вот мой канал который называется садоводство про железо подписчиков минимум дайте там где учат убивать деревья причем убивать почву убивать червей убивать муравьё вот убивать сами деревья вот заливать ядохимикатами не знаю что грибы это помощники даже которые на деревьях они не жрут деревья они жрут только мертвую древесину и кору только тогда когда она полностью начинает мертветь и превращается в почву тогда на ней поселяется что положено и шайники и грибы и все эти миллионы тонн ядохимикатов и отравленные плоды 40 обработок на южных 20-30 обработок у нас в России за лето и мы это жрём я не сказал слова едим если бы не были чистым я бы сказал едим а раз я говорю жрём значит вот эти потому что заставляют нас это делать все до свидания друзья надеюсь на ваше понимание даже помощь выключаем трансляцию успеха удачи стоит да это 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 Продолжение следует...